Здравствуйте, дорогие телерадиослушатели. Меня зовут Евгений и рядом со мной стоит... Никита, добрый день. Сегодняшняя передача посвящается 9 мая. Хорошая. И вопросы, которые я буду задавать, они касаются Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Так, вот это уже не очень по адресу. Ты не шаришь в этом. Я не шарю, нет. Посмотрим. Давай шарить будем вместе сегодня с нашими зрителями. Они будут сегодня отвечать вместе с тобой. В комментариях писать свои правильные ответы. Я задаю вопрос, ты на него отвечаешь, и мы идем дальше. В конце видоса будут правильные ответы. Так что пускай они тоже проверяют себя. Я эту тему выбрал. Почему? Как думаешь, почему? Потому что скоро праздник. Потому что скоро 9 мая, и я считаю, что это очень серьезный день, который мы должны помнить. А зачем? Чтобы все помнили, что происходило, и чтобы не повторялось. Чтобы не повторялось. Вот золотые слова. Уже самый правильный ответ, который только может быть. Чтобы больше не повторялось. Страшно. Ребята, это страшно. Хочется, чтобы тот день был последний такой день. И таких дней больше никогда не было. Почему до сих пор этого не понимают люди на планете? Не знаю. Я тоже не понимаю. Ну что ж, давай начинать. Вот тогда самый простой вопрос. С какого, по какой год шла Вторая мировая война? 41-й и 45-й. Или... Вот я вот путаю 41-й, либо 39-й. 41-й по 45-й. Наверное. Ты считаешь, что с 41-й по 45-й? Ну, я путаюсь в этом. Ну, наверное. Ну, скорее всего, неправильно. Ну да. Вы пишите свои правильные ответы, а мы будем лететь дальше. Как-то летом на рассвете загляну в соседний сад. Сколько примерно погибло людей во Вторую мировую войну? О, этого я точно не знаю. Есть варианты? Это 900 тысяч человек. Ну, вот я хотел сказать миллион. Ну, я точно не знаю. Дальше перечислять варианты? Дальше. Да, давай. 5 миллионов, 35 миллионов, 75 миллионов или 250 миллионов. Так, и в отечественное это? Или во Вторую мировую войну? Вообще, за всю войну. Ну, не лям точно так. А какие еще варианты еще раз? 900 тысяч, 5 миллионов, 35, 75, 250. Естественно, примерно, плюс-минус. Ну, давай 900, ладно, оставим. 900 тысяч человек. Да. Во всем мире за 6 лет погибло 900 тысяч человек. Это твой ответ. Ну, ладно, нет, все. Твой ответ, мы его утверждаем. Не, поменять можно? Конечно, конечно. Дело как по кайфу, бред. Давай пусть 5 будет. 5 миллионов. Да. Хорошо, вы пишите свой ответ. Что хотелось, друг, сказать? Станем над рекой. Так, в августе 41-го года в должности верховного главнокомандующего был утвержден кто? Не знаю. Не знаю. Есть какие-нибудь варианты? Нет, вариант. Представляешь, верховный главнокомандующий. Нет, этого я не помню. Ну, самый, получается, верховный он был в 1941 году. Кто был самый верховный вообще в СССР? Мне хочется сказать Сталин, но я думаю, это не так. Ну, что-нибудь скажи. Может быть, это будет так. Ну, пусть Сталин, но это не так, скорее всего. Утверждаем Сталин, вы пишите свой ответ. Какой город выдержал во время Великой Отечественной войны 900-дневную осаду немецких войск? Этого тоже не знаю, но пусть Питер будет. Санкт-Петербург? Да. На тот момент Ленинград? Ну да. То есть ты думаешь, что 900 дней этот город был в Москве? Я не знаю, я просто наобум сказал, где находимся, там и говорю. Хорошо, все хорошо. Вы свое пишите там. И вопрос пятый. Япония, Китай, Италия, Франция, Англия и США. Назови союзников Германии во Второй мировой войне. Так, союзников? Да, кто был союзником Германии? Назови двух из тех, которых я перечислил. Япония, Китай, Италия, Англия, Франция, США. Не знаю. Хочется сказать Япония, но нет, наверное. Ну, хочется сказать еще какую-нибудь страну. Надо же двух назвать. Давай Англию еще назовем. Япония и Англия. Да, давай их назовем. Но это все неверно. Так, ну все. Пять вопросов. Вы сейчас отправляете комментам все это дело одним. Проверьте также свои знания. А я сейчас говорю правильные ответы. Да, давай. Да там все неправильно. Так, ты сказал, что началась Вторая мировая война с 41 по 45, а началась с 39 по 45. Да, я сказал, я путаю. Уже неправильно. Погибло людей. Ты сказал, что сначала 900 тысяч, потом ты сказал 5 миллионов. Погибло примерно 75-85 миллионов людей. Вот это боль. Представляешь, ты представляешь? Разве это не урок? Не урок для всей планеты? 75-85 миллионов. Третий вопрос про 41 год. Кто там был главнокомандующий? Ты сказал, Сталин. Но это не так, скорее всего. Но это Сталин. О, первый верный. Какой город выдержал во время Великой Отечественной войны 900-дневную осаду? Ты сказал, Питер. Да. Ну, пускай будет Ленинград. Все верно. У нас была блокада Ленинграда. Но я не из Питера. А ты не из Питера? Ну, вот только узнав только о том, что было здесь, в Ленинграде, во время блокады, уже можно прям прочувствовать все это на уровне прям себя и сказать, не надо. Не надо. Повторялось. Не надо. А превратились в белых журавлей. Япония, Китай, Италия, Франция, США, Англия. Два сторонника. Сторонника или кто? Сторонника. Союзника. Два союзника. Германия. Это Япония. О, верно, первый. И это этот, как его? Италия. А, ну вот, видишь, не угадал здесь. Они до сей поры с времен тех, так... Все, спасибо тебе за это участие. Давай я тебе дам вкусную шоколадку. Не надо, не надо. На, захаву ее в удовольствие. Спасибо, брат. Все, спасибо тебе большое. Все. Все? Все, могу идти. Да, давай, счастливо. Все, давай. Счастливо, пока. Итак, дорогие друзья, пишите в комментариях. Комментарии. Ставьте в лайках лайки. И, пользуясь случаем, напоминаю о том, что война, это очень страшно. Это очень... Это очень так, как не должно быть нигде, никогда и ни с кем. И... То, что было-было-было, как говорится, то уже все прошло. И очень хочется, чтобы это не повторялось. Сейчас, в будущем и никогда в жизни. Все, наверное, для своих, для родненьких я делаю прямые эфиры на моем втором канале. Он есть в описании. И... Все. До свидания, дорогие друзья. Как-то летом на рассвете Загрелом соседний сад...